Итак, Путин выступает на Валдае, он делает ряд важных, по его мнению, заявлений, за ним внимательно следят и, учитывая то, что он все время врет, ему, конечно, доверять не стоит, но по ключевым моментам риторика у него значительно поменялась. Итак, одно из важных заявлений Путина, если нейтралитета в Украине не будет, то трудно будет представить какие-то добрососедские отношения между Россией и Украиной, заявил Путин. То есть, если Украина не станет нейтральной, не будет нейтральной, не будет вступать в какие-то блоки, альянсы, то все окей, но если вступит, то трудно будет представить какие-то добрососедские отношения, то есть он уже не так категоричен значительно, не так категоричен. Раньше он говорил неприемлемо. Ну, давайте так, ранний Путин, если совсем раньше, говорил, что не против, чтобы Украина вступала в НАТО. По-моему, это был 2002 год, он еще с Сильвио Берлускони стоял на одном выступлении, и он говорит, мы не против Украины, суверенное государство, да, пожалуйста, это не будет проблемой. 2023 год неприемлемо, категорически. Что произошло за это время, ну, сказать сложно, может он сам так заврался, может еще что-то, но добрососедские отношения. Я не знаю, там прям совсем фляга свистанула или приболел, может он. Какие добрососедские отношения? Он вообще оторвался от реальности, что ли? Не будет их очень и очень и очень долгое время, это я вам 200% гарантирую. И мне сложно даже представить, когда закончится война, когда откроются границы, когда те, кто воевал за Украину, поедут куда-то на реабилитацию, на отдых и встретят там где-то пузатого россиянина в футболке с Путиным, с пилотки, как он там, они у них изображают, можем повторить или можем еще что-то сделать. Мне сложно представить, чем это все закончится. Я думаю, что к тому времени россияне постыдно будут прятать всю эту атрибутику, так как они, кстати, сейчас в странах Балтии это делают. Помните поначалу, да и в Германии, какие-то автопробеги с георгиевскими ленточками, калинка-малинка, вот эти все кокошники, много их там сейчас вот эти пробеги делают? Мне кажется, нет. С тех пор, как самых ярых таких повыкидывали обратно туда, любить родину на родину, где они сейчас крокодилями слезами плачут, как же так, в Юрмале так хорошо было. А тут в Сызрине как-то не очень. Ничего, родину надо там вот дома любить. Так вот, я впервые для себя получил подтверждение, что Путин не пользуется интернетом. Я думал, ну может это миф какой-то, шутка какая-то. Ему задали вопрос, пользуется ли он интернетом, а он ответил, вообще не понимая, что такое интернет. Вот посмотрите. Владимир Владимирович, а вы сами интернетом пользуетесь? Знаете, очень примитивным образом. Иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть. А, но все-таки доводится, да? Нашими поисковыми системами? Вашими, ваши. Прекрасно. Вы понимаете, что он действительно не представляет, что такое интернет вообще? То есть, если бы вас спросили, пользуетесь ли вы интернетом, ну и вы бы еще хотели рассказать, ну да, там пользуюсь. То есть, вы бы вас бы спросили, пользуетесь? Ну да, там на Ютубе что-то посмотреть, ну там в поиске найти, может там ТикТок, Инстаграм, ну кто что. А он отвечает, конечно пользуюсь, какие-то там несколько кнопок нажимаю, чтобы что-то посмотреть. Ты перепутал это с телевизором, ты там несколько кнопок нажимаешь. Кстати, один из ФСБшников, который в свое время давал интервью, сбежал из России, он говорил, что Путин действительно не пользуется интернетом, его никогда не видели с мобильным телефоном. Он смотрит телевидение, даже в его заграничных этих командировках, куда он сейчас уже очень редко куда-то ездит, обязательно, чтобы по телеку там пара-тройка российских каналов было. То есть, он действительно не пользуется интернетом, он даже не знает, что это такое. Нажимаю пару кнопок, и чтобы что-то там посмотреть. Понимаете, он знает, как оно примерно выглядит, кто-то там на кнопке нажимает, и что-то у него на экране происходит, но сам он этим не пользуется. Это какая же дичь просто, престарелый диктатор, параноик, всю жизнь скрывающий свою семью, не пользуется ни телефоном, ни интернетом, правит ядерной страной огромной. Я думаю, что, кстати, он интернетом и телефоном из-за вот этого вот технологической отсталости своей и параноидальности своей не пользуется. Он думает, что его могут, вот эта вот коробочка, говорящая коробочка, она его может убить. Знаете, как в фильме «Звонок», только там из телевизора вылазило, здесь какая-то маленькая такая с черными волосами и хлоп. Или, не знаю, там, может думает, что ультразвуком или чем-то еще его в эту пляшевую кабину разнесут. Ну, в общем, это очень удивительно. Тут Путин еще явку с повинной совершил прямо на Валдае. Он заявил, что не хочет возвращаться, возвращение России в состояние «до начала войны в Украине». Цитирую. Россия не должна вернуться в положение, которое у нее было до начала войны в Украине, поскольку страна не может существовать в подчиненном или полуподчиненном таком состоянии, заявил Путин. Это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран. Значит, расшифровываю. Путин говорит, я не хочу возвращаться в страну, которая стала такой, потому что я там правил 20 лет. Я не хочу в эту страну возвращаться, я теперь хочу другую страну, с которой все считаются, которую все уважают. Правда, россияне? Нас все уважают, нас все пускают через границы. Правда ведь? Нас все любят. Правда ведь? То есть он фактически говорит, давайте так. Значит, это был тестовый как бы период эти 20 с лишним лет. Сейчас я немножко по-иному буду править, сейчас мы как-то что с этой войной разберемся. Потом еще у нас демографическая яма, у нас еще куча уехала с экономикой проблемы, ключевая ставка, банкротство целых отраслей. Я сейчас немножко как-то взбодрюсь и буду править заново. Это прекрасно, просто. А все сидят и аплодируют вот так. После начала войны Путин обвинил западные страны в попытке растаскивания исторической России. Он назвал Запад противником Москвы, который хочет уничтожить российскую государственность и добиться стратегического поражения России на поле боя. А вот тут сейчас будет, смотрите, какой фокус. Это тоже чисто политтехнологическое, мое. Я такое очень люблю. Путин объяснил причину начала войны в Украине тем, что Запад хочет разделять и властвовать. А наша-то цель в другом, говорит Путин, в объединении русского народа. Ну, смотрите, вот меня однажды пригласили на одно очень крутое мероприятие. Мне очень понравилось. Давненько было. Называлось оно «Бизнес стендап». Суть этого мероприятия в том, что люди, которые никогда в стендапе не участвовали, но известные там в своих отраслях или просто известные, они выходят на сцену и в первый раз в жизни выступают, что-то там пытаются пошутить, смешно, вот, у кого-то не очень. Так вот, и я пришел туда, написал какую-то там, мне казалось, очень смешную штуку. Ну, там, конечно, смеялись люди, но я раскрывал там секреты политтехнологической работы. И для того, чтобы ты был, ну, скажем так, тебя воспринимал клиент, чтобы он с тобой нормально разговаривал, да и чтобы слушал тебя главное, не просто, я сам все знаю, а чтобы слушал, нужно быть немножко с такой легкой чудаковатостью. Ну, мол, он того, но очень грамотный. Так вот, для того, чтобы эту чудаковатость создавать, ну, если ты не такой, нужно какие-то всякие фишки применять. Вот я рассказывал, что можно, например, взять какую-то фразу, которой можно отвечать вообще на все вопросы. У меня эта фраза была «Маятник качнулся в обратную сторону». Причем нужно было делать загадочное лицо такое, и клиент спрашивает «Борис, а что же у нас, почему рейтинги падают?» И ты говоришь «Потому что маятник качнулся в обратную сторону». Ну, или там «Как же мы задавим оппонента? Мы сможем это сделать?» Ты говоришь там «Да, маятник уже качнулся в обратную сторону». Ну, в общем, вы поняли принцип «Надо быть таким немножко странным, и тогда все получится». Не всегда, кстати. Так вот, Путину такое ощущение, что ему тоже придумали такую фразу, но только эта фраза в рамках целой страны работает россиян, и ему говорят там «Запад нас хочет растянуть, растащить». И вот тут вот эта универсальная фраза путинская «Россия, она про другое, она про духовность и про семью». И вот тут везде, где хотите, он эту фразу может вкручивать, и, кстати, так и делает сейчас. А что будет, если «Запад даст Украине больше оружия?» И там «А разве Россию можно победить? Россия ведь она про другое, про духовность, про семью». То есть эта фраза, она универсальна, и он ее везде вкручивает, вкатывает. Почему цены на продукты растут? Даже вот в таком предложении. Почему цены на продукты растут? «Сливочное масло мы из Турции, довезем из Ирана, а потому что Россия, она про другое, она про семью, она про ценности». Понимаете? И он все время, везде эту мантру повторяет, и россияне, не все, конечно, но вот эти «Зет», «Путин», «Патриоты», они верят в свою исключительность, что они про другое. Даже во фразе «Мы русские, с нами Бог», некоторые говорят «Босх», где-то у меня тут он стоял. О, «Босх», «Мы русские, с нами Босх». Даже в этой фразе их исключительность, тут какие-то они особенные. На самом деле ничего нет. Значит, очень интересно, давайте сейчас прямо к фактажу, там еще несколько важных фраз. Сказала эта чудище бункерная. Россия признавала ранее границы Украины в 91-го года, учитывая ее нейтральный статус. Опять соврал Путин. Но тут спичерайтеры плохо подготовили, потому что в 2014 году аннексирован был Крым, и никто, и мы тогда даже о НАТО не заикались. То есть тогда никто не признавал границы. В 91-го года захватил, аннексировал, но такое. Насчет вступления Украины в НАТО. Очень как-то он так, знаете, по-дедовски, по-кабаевски ответил. Он ответил насчет вступления Украины в НАТО. Мы так не договаривались. Не жестко, нет, вы что. Это просто, это угроза, как он в 23-м году. Это угроза безопасности. Там с севера не угроза, здесь угроза. Там базы уже появились, сейчас туда стратегические бомбардировщики, все переборки. Это не угроза. А вот здесь это прям угроза угроз. И что, вот смотрите, теперь он сказал, как он готов садиться за стол переговоров. Это, наверное, самая главная фраза этого Валдая. По его словам, Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе хотела Киева, а на базе Стамбула и реалий сегодняшнего дня. Вот это интересно. Реалии сегодняшнего дня по-разному называют российские чиновники. Лавров называет реалии на земле. Кто там еще, Песков тоже, по-моему, реалии на земле говорил. Реалии сегодняшнего дня. Так вот, они реалиями называют линию фронта. Реалия сегодняшнего дня. Вот она здесь. Значит, она здесь сегодня. Завтра она там или там. Вот это реалия сегодняшнего дня. Остановка, то есть, что он говорит. Реалии сегодняшнего дня плюс Стамбул. Остановка боевых действий по линии фронта. Нейтральный статус Украины. Сокращение армии и оружия. Это то, что в Стамбуле было. Он соединил реалии к границу, где сейчас. И, потому что в Стамбуле выносили за скобки Крым и Донецкую и Луганскую область. Ну, типа там какой-то референдум, особый статус, что-то такое. А сейчас реалии. То есть, это больше, чем Стамбул. Вот где мы стоим? Тут. И плюс вам еще навешиваем сокращение армии, оружие, сокращение серьезное. Отмотка процесса декоммунизации и возврат, конечно же, московского патриархата, агентуры ФСБшной. То есть, вот он про что говорит. Он не говорит, конечно, он никогда не скажет прямо. Ну, давайте там или сям. Но он шлет этот сигнал, дождался победы Трампа и пошел отправлять этот сигнал. «Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования». Говорит Путин. Вот тут очень интересный момент. Условия для долгосрочного урегулирования. Я неоднократно слышал эту фразу. Для меня она означает, может, я не прав, для меня она означает подвесить территории, которые оккупировал Путин, зафиксировать их на длительное время, как минимум на срок, пока не сдохнет Путин. 15-20 лет. Примерно так. В стамбульских был вынос Крыма за скобки и зафиксировать военным путем его не отбивать на 15 лет. То есть сейчас ходит одна из версий, что не вступление Украины в НАТО на 20 лет – это тоже одно из условий. Так вот, это как раз и есть те условия для долгосрочного урегулирования. Долгосрочно на 20 лет, ну а там как бы посмотрим. За 20 лет уже можно просто полностью прокачать территорию, поменять все, что хочешь, а там уже кто будет возвращаться через 20 лет. Давайте скажем прямо и открыто, честно скажем. После 14-го года, в 20-м году у правительства нашего, в 21-м, в 22-м там уже, в 19-м, в 18-м, в 17-м, возникало ли желание или вообще попытки вернуть Крым силовым путем? То есть возникало ли это желание? Нет. И Путин думал, что так оно и будет. 20 лет простоит, 30 лет простоит. Через 20 лет еще заявление сделано, что тут уже как бы все, уже второе поколение, тут же рожденные россияне, уже все, уже никуда. Поэтому вот так подвесить на 15-20 лет особо острые вопросы спорные. Вот это и есть в его понимании долгосрочное урегулирование. Я, кстати, напомню, что документы о так называемых гарантиях безопасности, которые мы подписали после Вильнюсского саммита с Большой Семеркой и с другими странами, но многих называют гарантиями безопасности. Я в одной из программ разбирал, почему это не так. Так вот, эти документы, они подписаны все. Они все как под копирку сделаны, по одному шаблону, потому что по итогам декларации НАТОвского саммита были. Так вот, все эти документы подписаны, там есть отдельный пункт, на 10 лет или же пока Украина не вступит в НАТО. То есть, если Украина вступает в НАТО, другие гарантии, соответственно, там уже зонтик НАТОвский. Поэтому в этих документах, как минимум, на 10 лет эту историю тоже подвесили. Путин заявил там же, это вот про долгосрочное урегулирование. Я пытался для себя расшифровать, мне кажется, что это интересно. Путин заявил, что новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России. Значит, вот это прекрасно. Новые границы Украины от динамики событий. То есть, он подтверждает здесь, что новые границы, в его понимании новые границы Украины, они двигаются. Они могут как туда, так и сюда двигаться. То есть, условно говоря, если не дошел до какого-то населенного пункта, но он же у него уже вписан в Конституцию, я имею в виду полностью Запорожская область вместе с Запорожьем, Херсонская вместе с Херсоном. Ну, не дошел так и не дошел. Динамика происходящих событий неблагоприятна. Ну, а что касается мнения жителей исторических территорий, это вообще, ну, это тоже большой плюс технологам кремлевским. Все поверили в исторические территории. Это прямо находка для Путина, для человека, который не пользуется интернетом, для человека, который получает информацию в папках, в распечатках. Нажать кнопки, чтобы что-то там посмотреть. Исторические территории. Исторические с какого периода? Вот тут важный вопрос, когда россияне говорят, это наши исторические, исконно русские, вы им говорите, исторические, с какого периода? Я открываю карту и внимательно смотрю на Московское княжество в 1300 году. Знаете, что это по размеру Московское княжество? Это Москва, ну, в современном понимании, МКАД. И чуть-чуть за МКАДыши еще собрали, вот там, капельку. Все. Это Московское княжество. Так мы говорим про исторические территории Московского княжества, как предка Российской империи. Тогда вопросов нет. Давайте послушаем мнение этих жителей. Поэтому, вот почему помоечную богему российскую так триггернула фраза «Сделаем Россию маленькой снова». Помните, у Зеленского на футболке было, и там вот как раз, по-моему, это Московское княжество, может, там и Российское государство в начальной стадии своей было изображено. Ну, неважно. Маленькое. Поэтому, конечно, вот так. Кстати, если вы еще не подписались на этот канал, я в этом случае всегда запускаю плашку. Уровень... Уровень 90-е наше все. Поэтому подпишитесь обязательно. А если подписаны, то проверьте, нажат ли колокольчик. И еще одна важная новость. Как вы знаете, у ГУР украинского, главного управления разведки, есть свой бот. Если мы хотим, чтобы вот это вот чудовище, наконец-то на своем валдае замолчало раз и навсегда, и успокоился этот, успокоился этот неспокойный, неадекватный, немытый сосед, то нам есть возможность приближать победу, передавая важную и ценную информацию. Про каких-то важных людей в России, про документы, про чертежи, про координаты, про подсанкционных людей. В общем, любая информация, которая для украинских спецслужб и ГУР, главного управления разведки, будет интересна, есть возможность ее передать. У ГУР есть свой чат-бот. Сделать это очень просто. Во-первых, есть QR-код, который можно отсканировать вот здесь. Который можно отсканировать и отправить туда. И во-вторых, в описании к этому видео я оставляю все контакты, ГУР и защищенная почта на протоне. Это как раз команда, которая собирает эти данные. И номер телефона, сигнал WhatsApp, и номер телефона нашей команды. Мы тоже собираем эти данные и передаем в ГУР. Поэтому, если есть что, обязательно отправляйте. Ну что, Орбан у нас, я тут все с Путиным финиш проговорил. Ну, в общем, если резюмирую, то он сильно смягчил некоторые моменты своей риторики. Мол, да мы как бы готовы, но реалии, ну там то, ну сё. То есть, и, конечно же, он шлет, семафорит Трампу туда в Белый дом. Он готов разговаривать. Трамп тоже, кстати, сказал бы, мы, наверное, с ним созвонимся, позвонимся там, алё, там чмоки-моки и так далее. Поэтому ждём. Но хочу вам сказать следующее. Я думаю, вы смотрели мою предыдущую и перед ней программу. То есть, не будет так, что там давай кинем вдвоём Украину, ха-ха-ха, всё, зашибись, мне это, тебе это. Нет, там такого не будет. Как минимум, Трампу это никто не даст сделать. Да, я думаю, что он не глуп и сам не будет. Ему нужно завершение войны, ему нужно, чтобы война не началась новая при его каденции. Поэтому он будет уже с позиции, мне кажется, силой разговаривать. Но, давайте скажем так, комплементарные моменты Путин он подсыпал периодически. Мне до сих пор непонятно. Его вот эта поездка в Хельсинки, где он с Путиным за закрытыми дверями, что-то там без повестки общей, без подготовки проговаривал, такое делал. Но сейчас у него совершенно другая позиция будет. И у Путина позиция гораздо слабее, чем тогда, когда у Трампа был первый срок. Орбан окрылился, будет довольный. Конечно, брат из армии вернулся, я имею в виду, Трамп стал президентом. Так что гуляй, рванина, как говорится. Раньше это, знаете, как называли? Раньше это называли подписка. Кто у тебя подписка? Ну, там старший класс, у меня там брата под пацаны. То есть, вот у Орбана теперь Трамп в подписке. И он теперь, значит, ходит и павлином. И сейчас он будет всем тут рассказывать. Сразу уже выдал кучу заявлений. Европа не будет финансировать проигранную войну, если Трамп решит не поддерживать Украину, заявил Орбан. Ну, смотрите, если Трамп решит не поддерживать, то Европа, он уже за всю Европу отвечает, не будет финансировать. Тут два варианта. Либо его кто-то уполномочил отвечать за всю Европу, либо он опять выдает желаемое за действительность. Когда он помчался в Москву, Европа открестилась. Он туда не едет как президент Венгрии, не нужно там смешивать. Но опять же, какого он делает заявление тогда от всей Европы? Дальше. США выйдут из войны в Украине после того, как Трамп официально вступит в должность президента, сказал Орбан. Он уже тут за Трампа отвечает. США выйдут. Трамп еще сам это не сказал, а Орбан уже... Знаете, это, мне кажется, может плохо закончиться. Когда ты бегаешь и говоришь, что сейчас старшие придут, они сейчас вам вломят тут всем бегом. И старшие приходят и говорят, а что... Он это сказал. Он пошел отсюда. То есть так может... Ну, это в лучшем случае. Ну, с Орбаном понятно, но мне кажется, эти заявления важны, потому что он сразу помчался просто всех стращать. Эти не дадут денег, эти выйдут из войны. Украину мы бросим. Кстати, как-то незаметно прошел визит президента Зеленского в Венгрию. Там даже не показали в стриме его выступление. Но это вообще, мне кажется, какое-то такое мелкое чмошничество. Я не знаю. Просто давайте вырежем его. Не будем портить себе тут в Венгрии. Заявление про Россию, которая агрессор. Они же обязаны были еще на своих каналах транслировать. Там иная повестка. Там контролируется Орбаном медиа-империя. Зачем портить? Ну, вот вырезали. Предлог абсолютно детсадышный. Предлог, мол, мы думали это личное какое-то или там выступление закрытое Зеленского. Ну, вы прикалываетесь, что ли? Ну, да ладно. Значит, что меня... Новость, которая меня просто... Ну, она в ряде новостей стоит. Ну, в общем, в комплексе это звучит так. Так, леваки просто уже... Ну, просто оборзели в край. Леваки довели до состояния, когда, в принципе, разогнать агрессивно настроенную толпу – это уже что-то противозаконное. Так вот, и к чему это все привело? Вот в Нидерландах состоялся матч. И после этого матча между Аяксом и Маккаби – это израильский футбольный клуб Маккаби – и прилетели, естественно, из Тель-Авива болельщики. И после этого по всему Амстердаму стали за ними охотиться. Там настоящая ночь длинных ножей произошла. Били ножами и сбивали до полусмерти. Сбивали на машине. То есть, есть кадры, когда несется группа каких-то радикально настроенных молодых людей на машине. Говорит, вон еврей, и специально его сбивают, ржут, едут дальше. То есть, просто устроили какую-то дичь в центре Европы. Полиция обездействовала. Израиль поднимает свои гражданские самолеты и отправляет и министра иностранных дел тоже туда, дабы забрать болельщиков. Но вот вроде как развернули обратно самолеты. В общем, это я про что? Пытались проникнуть в отели. Избивали по ошибке людей на улице. То есть, похож на еврея, не похож. И избивали. В общем, какая-то полнейшая дичь произошла. И ничего в центре Европы с этим никто не смог сделать. Тут в этом случае, то есть, я сейчас, давайте так, это могли быть. Например, болельщики из Украины. Правда, там ситуация другая. Там тут свобода Палестине. Евреев избивают, потому что, мол, вот так. Но просто в середине Европы толпы носятся с ножами, с палками, сбивают, избивают. Никто ничего не может поделать. Дальше. Это же не первый раз. Давайте вспомним Германию. Давайте, ну, во-первых, давайте раз вспомнили Германию, скажем спасибо Ангеле Меркель, которая все это в Европе устроила. Спасибо за Германию, за Францию, за Нидерланды спасибо, за, ну, за все другие страны, где все это происходит сейчас. То есть, мне недавно попалась статья, вы не подумайте, что я какой-то там ксенофоб и как-то там странно отношусь к другим нациям. Просто, когда ты комфортом своих граждан пренебрегаешь и даже в жертву его на алтарь кладешь комфорта граждан других стран, которые приезжают к тебе, не ассимилируются культурно, еще и свои права, еще и устраивают погромы, еще и тяжкие телесные, еще и до смерти перед выборами в Европейский парламент, там вообще поножовщина каждый день была. Вот это вот левацкое, это вот то, куда привели Европу леваки. И, конечно же, еще одно спасибо Ангеле Меркель, которая эту бомбу, не просто замедленную, она еще не взорвалась даже, скоро будет. Вот это вот скоро, оно очень скоро настанет, потому что сейчас идет раскачка, в том числе и африканских стран. Как прислать больше беженцев в Европу? Очень просто, берите пример с Путина. Война в Судане, еще в какой-нибудь африканской стране, с помощью вагнеровцев делаешь военный перевод или наоборот помогаешь действующему правительству. Война, голод, геноцид, помчались сотни тысяч по африканскому континенту на север, дальше переплывают в Италию на лодках, на чем хотите, оттуда разбегаются по всей Европе. Сотни тысяч человек появляются, но что с ними нужно делать? Нужно, конечно же, дать им возможность получать такое пособие, чтобы они не работали. Мне недавно попался материал, прекрасный абсолютно, не буду говорить семья из какой страны, тоже эмигранты. На четверых человек, одна девушка, трое мужчин, больше сотни правонарушений, есть и серьезные, депортировать их не могут, нормы законодательства какие-то не позволяют, не знаю, что еще. В общем, получите и распишитесь. И потом вопрос, почему приходят правые, почему приходят на такой ксенофобской политике жесткой, потом вопросы эти отпадают сразу же. Вот почему. Я, кстати, думаю, что с зачинщиками этих погромов быстрее разберутся граждане Израиля в Амстердаме, ну, с определенной подготовкой, чем местные власти, которые стоят там, свисток свистят. А оружие в некоторых странах полиции не дозволяется применять, если и угроза. Если в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки, когда у тебя выдирают из магазина технику, нельзя останавливать его, понимаете? Нельзя его схватить за руку, положить в наручники, заковать. Нельзя. Левачье, вы что, вообще уже там, вы хотите этот мир в Адище отправить, что ли? Простите, накипело, но так оно и есть. Еще про леваков. Сейчас мы им насыпем, сегодня пятница, сейчас отсыпем. Греческие коммунисты заблокировали в Тернавасе колонну с боеприпасами для Украины. Значит, члены левых организаций перекрыли дорогу грузовикам, выступают против любого участия Греции в поддержке армии и обороны Израиля. Я, кстати, такой, как греческие коммунисты, там посмотрел, где коммунистические партии. Ну, в общем, есть там коммунисты в Греции. Удивительно, правда? Хотя я думал, они остались там в Вьетнаме, в Лаосе, на Кубе, в Китае. В общем, и все, и хватит. Ну, там еще пара стран есть. Но нет, вот они, греческие коммунисты. Вообще, конечно, прекрасно. Все коммунисты, которые не китайские, я думаю, что они 200% финансируются, в том числе, сами знаете кем. Как раньше Советский Союз подпитывал этих коммунистов, интернациональный, значит, комьюнити такое. Так вот, сейчас Россия, как правоприемник, конечно же, и не зря они перекрыли грузовики именно для Украины с оружием. Ничего. Ничего, ничего. Значит, смотрите, какая еще крутейшая новость напоследок. Точнее, как крутейшая. Ну, Панама отобрала свой флаг у четырех танкеров теневого газового флота Путина. Казалось бы, отличная новость. Новость хорошая, но есть вопрос. А почему нефтяной теневой флот, где Россия основную массу денег на войну получает, почему нельзя точно так же вот так раз и отобрать флаги? И он только увеличивается, этот теневой флот. И почему у него флаги никто не отбирает? Так вот, значит, что происходит? Вот этот СПГ, Арктик-СПГ-2, Арктик-СПГ-1, огромнейшие российские проекты по сжижению и транспортировке природного газа. Миллиарды, миллиарды денег тут, долларов было закачано. Эти два проекта попали под санкции и, соответственно, работать они не могут. Западные партнеры, вот тут, конечно, красиво. Они дважды нагнули Путина на этих проектах. Первый раз, когда продали ему огромное количество западного оборудования, тоже на огромные деньги, Путин расплатился, все там установил. И они потом раз и под санкции загнали. Соединенные Штаты загнали под санкции СПГ-1 и СПГ-2. Это такие заводы, которые сжигают газ, загружают их на огромные специализированные танкеры, которые могут сжиженный газ через льды возить. Газгольдеры, газовозы вот эти. То есть это специально спроектированные танкеры, которые с учетом того, что лед могут... Танкеры или ледоколы, если хотите. Так вот, все это вместе с танкерами, с верфями, все это попало под санкции. И Арктик СПГ-2, который хотел начать экспорт в первом квартале этого года, не смог. Значит, что они сделали? Они уже там две производственные линии из трех построили. Все супер. И загрузили даже сжиженным газом несколько газгольдеров. Отправили их продавать. Но никто не хочет принимать. Говорит, вы что, вы же под санкциями США. И танкеры ваши эти, и заводы ваши эти, и все, кто к вам пальчиком прикоснется, они тоже попадут под санкции. Мы так не хотим. Поэтому танкеры, они либо выгрузили в плавучие хранилища этот сжиженный газ, сгрузили, либо до сих пор с ним валандаются там где-то на воде. Вот такая история. И представляете, как круто? Потому что США моментально, молниеносно вводят санкции против новых танкеров. То есть, новотековские попали под санкции. Давайте какие-то вот панамские сейчас давайте возьмем. Только об этом информация, только они собрались там зафрахтовать, или вообще просто поплыли в сторону, пошли в сторону российских этих СПГ. Хлоп, они уже под санкциями. Поэтому никто не хочет с ними иметь дело. Никто. Проводят лишь операции вот сейчас для поддерживания, циркуляции этого нового, новых линий. Поэтому это... Но! Я вот думал, а почему так с нефтью нельзя сделать? Я думаю, вы знаете уже ответ на этот вопрос. Потому что США сейчас бьется за лидерство в поставках сжиженного природного газа. И Россия им здесь прямой, прямисенький, прямейший конкурент. Поэтому, конечно же, загнать под санкции Россию с их проектами – это прямая выгода Соединенным Штатам. А вот загнать под санкции теневой флот, как говорили в Пентагоне, оно там сейчас колебаться, цена начнет. Да еще и американское сланцевое, там надо еще посмотреть, выгодно-невыгодно будет. Ну, в общем, тут, конечно же, нужно подумать. Тут нужно подумать. Хотя решение приносили просто на тарелочки. И Дания, и страны Балтии говорили, давайте мы просто закроем проливы. И из северной столицы ничего никуда не пойдет российского. Никакой нефти. А там 50% оттуда российской сырой нефти выходит из портов. Все такие, что? Тут кто-то что-то сказал, какая-то идея была. Ой, уже обед, да, извините, нам пора. Понимаете? Поэтому вот такие дела. Замещение не удалось, как говорится, но поправили немножко. И россиян с этого рынка СПГ изгнали. Ну, тут нужно понимать, что самые эффективные санкции это какие? Это те, которые напрямую выгодны тем, кто эти санкции вводит. Остальные все, если это выгодно Украине, если это снизит определенные возможности России воевать, то тут нужно смотреть, возвращаясь к первому пункту. Такие вот дела. Ну, даже не оптимистичные новости мы умеем подавать оптимистичным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова